Выпускника ГИТИСа Всеволода Санаева в 1937 году в Амхат принимал сам Станиславский. Елена Санаева выбрала профессию актрисы в 1962 году. Полностью династия Санаевых сложилась в 1983 году, когда единственный сын и внук Павел снялся в фильме «Чучело». Дебютировать иному артисту было легко, ведь рядом была мама. Он сын, когда он там с ребятами куда-то понес, допустим, с которыми он снимался вместе, у него там ворот расстегнутый, шейка тонкая, может простыть. Паша, шарф одень. Ты не думаешь о том, мама это, не мама это, Ролан это, не Ролан, это отчим, не отчим. Тебе надо сказать свое. Это несправедливо, Маргарита Ивановна, а несправедливость детей. Кто и Карен сочает? Это мама Сухомлинский скажет, и Макаренко! Ты сядь там, Сухомлинский. Ну, профессия, она и есть профессия. Ты в предлагаемых обстоятельствах. В фильме «Чучело» могли встретиться все три поколения Санаевых. Роль дедушки, сыгранную Никулиным, сначала предлагали Всеволоду Васильевичу. Ролан дважды пробовал себя, а не утвердил. Попробовал Кадочникова, потом еще нескольких актеров. Говорит, слушай, а что если старого Саная я попробую? Но бабушка стала кричать, что это вообще за семейное кино, что это и дочь, и внук, и еще дедушка. Он отказался сам, сказал, я не могу, я против, я не могу. Тяжелая депрессия, которой страдала жена Всеволода Санаева, стала главной трагедией всей семьи. Она коснулась и уже знаменитого в ту пору артиста, и дочери, и маленького Павлика, который до 11 лет воспитывался бабушкой. В повести «Похороните меня за плинтусом», который Павел писал всю свою сознательную жизнь, он рассказал об этой беде, о любви и о прощении, которое всех их примирило. Я не знаю, как бы он жил, если бы он не написал эту повесть. Она написана кровью сердца, что называется. И это трагедия непонимания любящих людей. Повесть – это не мемуары, говорит Павел. Здесь важен эмоциональный накал событий, а не точное воспроизведение фактов. Поэтому книга только отчасти автобиографичная, хотя есть абсолютно реальные истории. Дедушка был артистом, много ездил по разным городам с концертами и из каждого города привозил какого-нибудь. Деревянного медведя с бочонком, значит, какого-то мальчика-молдаванчика, какой-то танк в гвардейской дивизии. За каждый сувенир дедушка осыпался проклятием. Мама ругалась всякий раз. Зачем ты эту везешь, дрянь? Дома у Павла есть и вещественные доказательства невыдуманной жизни. Вот это вот тот самый совершенно реальный колпачок из полотенца, который вот так закалывался. Свою повесть он посвятил Ролану Быкову, который стал одним из ее героев. В реальной жизни для Павла он был и героем, и отцом, и учителем. Сегодня Павел Санаев – актер, режиссер и сценарист. Мама, как и положено, радуется каждым новым удачам сына, тем более, что очень часто узнает о них первый. Позвонили мне, во-первых, и сказали, а знаете, Павел дает триумф за повесть. Прямо на наших глазах позвонил Эльдар Рязанов. Алло? Рязанов сообщил, что ему очень понравился «Последний уикенд». Это первая полнометражная картина Павла, и что она номинирована на премию Ника. И эту новость первой узнала мама. И приятно, и неожиданно. У сына тоже есть повод радоваться за маму. Только что закончились съемки картины «Новая старая сказка», где она сыграла современную бабку-ежку. Ну что, попугаюшки, выболтали им все про меня? Елене Санаевой и до этого много раз приходилось играть сказочных персонажей. Ролан Быков посвятил этому жанру большую часть своей жизни. А традиции прерываться не должны. В этом и есть главное предназначение династии, считает актриса, и сожалеет, что тогда, в 83-м году, Всеволоду Васильевичу все-таки пришлось отказаться от работы в фильме «Чучело». Не сбывшимся платишь за то, что живешь. Продолжение следует...